Анкара Продолжение следует... В этой связи делегации прорабатывали вопросы ремонта моста, таможенного контроля и технической подготовки. Более того, турецкие специалисты даже перешли границу и пообедали вместе с армянскими коллегами. В то же время Калын заявил, что Турция в любом случае будет координировать процесс со своим союзником, Азербайджаном. На самом деле Калын ничего прорывного не сказал. Это чисто технические подробности. «Мы помним, что еще несколько месяцев назад была достигнута договоренность об открытии границы для лиц из третьих стран. Теперь прорабатываются технические вопросы для реализации этой цели. Но по большому счету турецкие подходы от этого не меняются», — отметил Сафрастян. Вместе с тем, нельзя сказать, что Армения не должна участвовать в этих переговорах. Армении было бы крайне сложно отказаться от переговоров, когда все международное сообщество делает заявление в поддержку процесса нормализации. В этом случае есть риск оказаться под жестким давлением ведущих акторов. Однако в переговорах нужно выработать грамотную тактику, позволяющую вести процесс без потерь, считает востоковед. Эксперт фиксирует определенную тенденцию в действиях турецкой стороны. Анкара идет на какие-то незначительные, мелкие шаги. Жесты, например, в виде отправки специалистов на границу. Эти шаги широко пиарятся в информационном пространстве. Затем наступает пауза, и спустя некоторое время вновь становится известно о каких-то новых деталях. По мнению Софрастяна, замысел состоит в том, чтобы, не предпринимая никаких принципиальных для Армении шагов, постоянно откладывая открытие границы, установление дипотношений, тянуть время и параллельно усиливать давление на официальный Ереван с целью получить необходимый профит, например, открытие Т. Н. Зангизурского коридора. Все это делается в координации с Азербайджаном. С точки зрения главы института, в действиях Баку и Анкары имеет место определенное разделение труда. Если Турция хочет выбить нужные уступки разными способами, дипломатическими жестами, то Азербайджан нагнетает ситуацию на границе с Арменией, грозит начать новую войну, идет на провокации и стычки. То, что сейчас происходит, вписывается в стратегию Турции в регионе. Цель этой стратегии – достичь гегемонии. Для реализации этой цели Турция активно использует Азербайджан. Причем эта стратегия не менялась на протяжении последних ста лет, говорит эксперт. В этом контексте, учитывая, что в Турции в следующем году предстоят президентские выборы, их результат был бы важен с точки зрения будущего позиционирования Турции в регионе и мире. По мнению Востоковеда, нынешний курс, безусловно, сохранится в случае победы Эрдогана. Разумеется, реальные возможности Турции весьма скромны, по сравнению с ее глобальными амбициями. Страна переживает экономический кризис, девальвацию национальной валюты, да и в военном смысле она далека от того, чтобы считаться глобальной державой. Максимум, на что может претендовать Турция – это статус региональной державы. Тем не менее, при победе Эрдогана этот геополитический авантюризм продолжится. Если же к власти придут кемалисты в лице Народной республиканской партии, то внешняя политика Анкары станет более сдержанной, менее напористой и агрессивной.